Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот 12.15 Как всегда, меня зовут Андрей Лешкевич, Артём Липин ещё в этой студии. Добрый день. И звукорежиссёр Евгений Копеин. Наши сегодняшние гости – психотерапевт, глава общества Эсси Брифс, Данце Цайца. Здравствуйте. Добрый день. О всякого вида зависимостях мы сегодня поговорим. В первую очередь мы поговорим о зависимостях от телефона и всё, что в телефоне находится. И вы можете нам звонить по телефону 67 67212-1939 67213-1939 или писать сообщение в Атсапе по номеру 2306191. Итак, в зависимости от телефона это болезнь 21 века. Да-да. Болезнь или норма. Об этом мы, я думаю, ещё подискутируем. Но на самом деле об этом надо говорить. Это никакая не новость и ничем мы тут большим не удивим. Но, я думаю, всё чаще каждый из нас так даже хочу сказать слышим эту фразу «Опять ты в телефоне». Да. Это такая уже фраза, которая ну очень многих семьях ну переросла уже в проблему. Потому что мы работаем в телефоне, мы общаемся, мы удерживаем свои контакты с друзьями, с коллегами. Да. И это нормально. Ну да, есть такая, был такой короткий видеоролик, где вот на столе лежит телефон, смартфон, и рядом стоят обычный телефон, компьютер, калькулятор, бутильник, и всё, всё это просто входит в этот телефон, и остаётся на столе только смартфон. Да, именно так. Получается, что всё вошло туда как бы. И это я перечислил лишь малую часть. Там на самом деле кошелёк, и твой банк, и все. Теперь можно жить даже не выходя из дома. Там всё есть, всё есть. Ну да. Если человек одинок, например, живёт один, он может и себе, не знаю, еду заказывать, и развлекаться, и общаться, и искать работу, или даже заниматься, не даже, а в том числе заниматься спортом, например, ставить разные программы, себя как-то развлекать. Ну, короче, жить. Ну, тогда можно ли это считать зависимостью, если это действительно уже стало необходимой частью жизни? В чём разница, и есть ли она? Или это уже всё зависимость просто у всех? Ну, ну, ну. Я так бы не хотела такую сразу драму делать, да, потому что каждый случай очень-очень индивидуален. Если человек, ну, например, проводит в телефоне в 4 часа, да, сейчас есть очень хорошие аппликации, разные, я себе тоже устроила, ужаснулась, и меньше сейчас. Просто, которые считают время проведённое? Да, да, да. Сколько времени в социальных сетях, сколько в почте, сколько ещё какие-то там разговоры, смс и так далее. И что у вас получилось? Ну, получилось вот эти вот 4 часа, да, что просто время куда-то проходит, да, оно пропадает, и это время, где можно сделать другие вещи, заниматься и заполнять свою жизнь как-то, ну, так, поценнее. Я вот делала выводы и теперь рада, на самом деле я рада этой аппликации. Ну, вот проводили, насколько я понимаю, вот Теледва проводили, проводят эту большую кампанию и совместно с вашим обществом, да, с АСБРИФС при участии, и там разные статистические данные приводились, в том числе 85% опрошенных признали, что телефон можно считать новой зависимостью. Правильно, да? А насколько много людей в таком случае признаются, что они подвержены этой зависимости? Не абстрактно, что да, это что-то такое? Ну, там надо еще делать исследование, потому что это так по разговорам, да, так люди так прикинули, да, да, это проблема, но если так углубиться, да, там надо смотреть весь контекст, что происходит в жизни у этого человека или наоборот не происходит, да, почему такая ситуация? Ну, их какие-то наиболее типичные, там, не знаю, такие, ну, признаки какие-то, да? Признаки, да, и случаи, ну, вот, если вы говорите, у человека что-то не происходит, поэтому он выбирает, там, голубой каран. Да, ну, что я начала, это мысль, что иногда человек, например, много работает, ну, в своей, вот, в своем гаджете, да, не выходит оттуда, но у него есть и хобби разные, у него есть здоровые отношения и с детьми, там, и с супругой, или с мужем, и, ну, как бы, в жизни все, еще что-то есть, кроме вот этого времяпровождения в телефоне. И это, ну, очень важно, чтобы так было, когда уже происходит, что, ну, не знаю, ничего больше в жизни нет, да, только лишь побыстрее побыть одному, там, не знаю, играть, или те, которые зависимы тоже от азартных играх, мы сейчас... Об этом тоже очень думаем. Ну, вот так вот. Но можно ли говорить о зависимости именно от телефона, или это подразделяется на там зависимость от игр, зависимость от азартных игр, или зависимость там, от социальных сетей? Или бывает вот действительно зависимость от телефона, делать что угодно, главное, чтобы телефон был в руке, такое тоже бывает? Ну, я думаю, делите как хотите, если человек от этого страдает, тогда это плохо, и что-то надо делать. И тогда неважно из-за чего. Ну, я тоже думаю, что это неважно. Либо это социальные сети, либо это Игорь. Нет, это важно для того, чтобы с этим как-то бороться, например, как психотерапевт. Наверное, важно понять корень. Тогда уже важно смотреть, какая именно зависимость, когда она началась, почему она началась. Ну, как-то разбираться. Потому что, насколько мне известно, в новом классификаторе болезни МКБ-11, там же телефонная зависимость до сих пор не включена. в реестр. Есть игровая зависимость от компьютерных игр, есть зависимость от азартных игр, ну, и, естественно, зависимость от веществ, то есть алкогольная зависимость, там, никотиновая и так далее. Но нет зависимости от телефона, нет зависимости от социальных сетей, нет зависимости от интернета. Эти зависимости не прописаны сейчас в классификации. Ну, они проходят под одним общим процессуальные зависимости, да, это зависимость от процесса. Человек склонен компульсивно делать что-то, как бы несмотря на то, что в жизни его уже идет в ущерб. А что еще туда входит помимо? Что вообще туда входит? В процессу, вы думаете, да, процессуальный. Ну вот все, что об этом сейчас мы говорим. Шоппинг. Люди, которые... Шопоголики. Шопоголики, да. Женщины, мужчины в магазинах или в интернете, что тоже, как бы, они заняты вот этим процессом, покупают, покупают и не могут контролировать то, что они делают. Сам процесс покупки доставляет удовольствие? Тоже нет, я думаю, нет. Они склонны покупать, но потом они чувствуют такое чувство пустоты, опустошенности, что на самом деле вот это вот новые, не знаю, туфли или какая-нибудь там камера новая, что она не принесла вот это удовольствие, на которое они надеялись. А вы когда-нибудь пытались анализировать это с такой более социальной, не знаю, может быть, исторической точки зрения, потому что очень распространенное мнение о том, что у нас, если появляется пустое пространство, там обязательно возникнет торговый центр, у нас очень сверху спускается вот эта вот культура потребления, ну, и так можно дойти до вообще там капиталистического какого-то, да, заговора и так далее. Но в целом, то есть насколько вот сама, сам стиль жизни диктует вот вот такие зависимости? Я думаю, да, диктует, потому что сейчас на данный момент, да, я не знаю, как вы живете, но я смотрю, я даже стараюсь жить поспокойнее, но все равно этот темп, он динамичен, да, мы живем динамично, вот в нашей семье тут происходит все, происходит работа, там дети, хобби, у меня хобби, у мужа, да, у нас совместные, да, и все это как-то менеджировать, и тогда вечером уже действительно есть так, ну, усталости, и как-то, что делать, да, давай в телефоне, какую-нибудь почитаем, какую-нибудь хорошую статью, да, мы пытаемся себя обмануть этим, да, что я не просто там сижу, я интересуюсь, там, о, там семинары. Такой самообман, да, получается? Ну да, самообман получается, и так это время пропадает, и в этом есть связь, да, что мы, я не знаю, как-то так, ну, хочу сказать, ну, не все, но очень многие люди сейчас живут очень динамично, и поэтому, может быть, сейчас так популярны медитации разные, да, к Лусу Маретри, и куда едут люди, большие деньги платят, чтобы молчать, там, 4 дня, да, им там разрешено молчать, да, и, ну, это на самом деле интересно. Но, вот, опять же, если так анализировать в таком более историческом контексте, эта проблема, она существует, ну, сколько можно взять, ну, лет 15, не больше, я думаю, точно, и телефон, если мы имеем в виду, просто смартфонов у нас, по крайней мере, их не было в таком количестве. А нельзя же думать, что вот сейчас, если мы убиваем время, ну, вот так массово, там, обновляя, да, какие-то соцсети, то раньше это заменяло, там, не знаю, какие-то на порядок более полезные вещи, там, не знаю, вместо этого мы раньше там читали книги. Раньше тоже же было, наверняка, ну, вещи, которые, вы понимаете, которыми заполнялась пустота, которые тоже были не столь полезными. Да, да, наверняка. То есть это тот же процесс? Я думаю, да, но человек ищет себе возможность отдохнуть, да, и телефон – это очень удобно, он всегда под рукой, мне тоже сейчас рядом, да, телефон, там всё есть, и можно фотографии посмотреть, или видео какие-нибудь, позвонить кому, пообщаться в WhatsApp с кем-нибудь, да, на и почты сразу же отвечать, да, не как раньше, да, когда мы писали письма, там, ждали неделю, пока пойдёт туда-обратно. Сейчас всё быстро. Фотографии полистать и так далее. Да. Ну, просто если мы опять-таки берём исторический контекст, но теперь уже вернёмся в наше время, ведь ещё, скажем, для уже более младшего поколения, там, которые сейчас учатся в школе, скоро 1 сентября, но и новый учебный год, для них телефон и интернет – это неотъемлемая часть жизни, неотъемлемая часть общения, и, ну, для них отправить, не знаю, сообщения в Фейсбуке или в Телеграме или где-то ещё – это то же самое, как поговорить. Это не… Конечно. Не является… Собственно, вопрос состоит вот в чём. Можем ли мы говорить о том, что через какое-то время такой род общения, такой способ общения, такой способ взаимодействия с миром просто станет нормой? Да. Потому что смартфоны, они, по сути, поменяли кардинально вообще способ взаимодействия друг с другом? Угу. Я совершенно согласна. Так оно и есть. Я наблюдала тоже за своими родственниками, детьми летом, да, как они проводят время. Значит, каждому свой телефон, большой экран, там всё происходит, игры. Ну, подростки – тринадцать, десять лет, там было семь, много парней, все проводят лето, да, и у вот этих гаджетов. И я там приехала, как такая тётя, да, скучная, я говорю, давай пошли погулять. А, там, да, 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 игру надо закончить. Ну, идём гулять. Да, мы прошли там часок-два погуляли и возвращаемся. Они опять обратно, да, они подключаются к этим сетям своим, они играют игры в онлайне, и они счастливы. Я смотрела, они так счастливы, когда мы гуляли, они там ссорились, там какие-то там были, там, это обижается друг на друга, что-то там не то, да. А когда они сели за гаджеты, они успокоились. Ну, вот и как это воспринимать? Они такие дружные стали, да. Часто, да, приходится слышать, но это история про то, что раньше трава была зеленее, мы все гуляли в детстве, там, проводили время на озере и так далее. Нынешняя молодёжь, словно говоря, или подростки сидят. Ну, вот насколько это, то есть, как это воспринимать? Вот вы, как психотерапевт, как воспринимаете? Это ведь нормой стало? Это стало нормой, да. Это норма, которой, конечно, хочется с ней бороться, с этой нормой, да. Но, знаете, если бы у нас тут сидел какой-нибудь подросток, сейчас, вот на данный момент, и мы бы дали ему слово, он бы нам быстро рот закрыл фразой, о чём вы вообще там волнуетесь, да? Нет никакой проблемы. В чём проблема? В чём проблема, да? Ну, вот в этом и наш вопрос, собственно. Да, видите? Есть ли это проблема? Да, проблема-то есть она, или где грань, где отсутствие проблемы становится проблемой. Потому что я просто хочу сказать, что, например, я там, не знаю, моё поколение, условно говоря, я тоже в детстве, я привёл, у нас, правда, был телевизор, прежде всего, сначала я просто зависал перед телевизором, потом была первая волна компьютерных игр, ещё с большими вот этими компьютерами, пузатыми, и клавиатурами, да, на которые мы тоже ссали, но сегодня я, слава богу, там не, ну, я не испытываю зависимости там такое от телефона или от игр, то есть я абсолютно ценю вот время провождения там на природе, всё вот это вот, альтернативное. Да. В какой момент происходит вот это вот, когда зона риска начинается? Ну, если мы говорим о таких поменьше детей, например, там, ну, на которые в садик ходят, там, 5-6 лет и первые классы, да, это видно сразу по, ну, там страдает эмоциональная сфера у ребёнка, да, он психует, он всё время такой, ну, такой сердитый и жалуется, что ему скучно, ничего не интересно, это я уже видел, туда и не пойду, да, ну, это такой ещё хороший вариант, если так, да, но бывает, когда очень истерики идут и родителям на самом деле страшно и больно, и они, ну, в смятении, что же делать, да, и поэтому должны быть правила, об этом мы очень много говорим в своём, ну, в своей работе. В виде игры такой, да, как бы больше? Ну, что должны быть правила дома, да, если вот маленькие дети дома, мы должны эти правила вместе создавать, и не тогда, когда он там кричит и уже бросает вещи, да, но до этого, ну, например, что вот, ну, такой вот, например, первоклассник у меня вот дома, да, мы сейчас там собираемся уже в школу, и вот мы договорились, что у нас есть время, где ты можешь легально играть, то, что ты, ну, хочешь, ну, что мы там вместе посмотрели, что, мне кажется, вполне приемлемо для мальчика, там, всякие, таким, со скейтом он там едет, и так, значит, 30 минут утром и 30 минут вечером, но не перед сном, и он тогда сам выбирает вот эти, ну, свое это время, да, что, о, давай-ка там, вот, сейчас только в 4 вечера, но он говорит, можно я вот уже возьму вот это свое вот время, да, как бы он берет, он играет, и, ну, мне кажется, пока это, ну, как бы работает, что будет дальше, я не знаю, будем смотреть, он будет расти побольше, да, но на данный момент как-то, ну, поспокойнее, потому что, когда ребенок вот за телефоном и его все время упрекают, там, все, хватит, почему-то, опять, опять, да, он играет, но он не может как бы насладиться тем, что он там занимается, да, все равно рисует или что там делает, да, он все время борется с этой чувством вины, да, что там, ой, ну, пожалуйста, ну, еще немножко, да, а если мы ставим там таймер, например, ну, не знаю, может быть слишком жестко, да, но мы так об этом договорились и тоже пытаемся, большие, взрослые, которые мы, дочка взрослая, и мы с мужем, мы пытаемся тоже. Какой-то пример. Да, 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 ну, держать эти тишки подальше. Конечно, иногда надо ответить там на почту, и тогда маленький нам указывает там, что вы там делаете, ну, это такая торговля все время идет. Сейчас прервемся ненадолго, мы говорим о зависимости от телефона, с психотерапевтом, да, сайцей, подключайтесь к нам, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Продолжаем, разворот психотерапевт, глава общества Эльси Брифс, да, сайцей, у нас в гостях, и телефона 672-12-93-9, 672-13-93-9, пожалуйста. Да, мы перед перерывом как раз говорили вот об этих полчасах, и о том, что должны быть обговоренные правила с ребенком, чтобы он понимал границы, которые нельзя заступать, но вот вы говорите, что он пойдет в школу, и там он столкнется с детьми, у которых этих правил нет, или они другие, и тогда они начнут сравнивать, и тогда он может прийти домой и спросить, а почему вот ему можно в телефоне сидеть все время, а у меня только час в сутки, как в таком случае, вот, может быть, можно дать совет родителям, которые нас слушают, как в таком случае обговаривать этот момент с ребенком, что да, у него, ему можно, а тебе нет. Ну, это да, это такая ситуация нелегкая, но можно рассказывать или показывать, там, если вот, например, какой-нибудь фильм смотрите, или на улице, да, видите, где, ну, вот человек там в парке сидит, прямо там очень в телефоне, это такие, ну, ситуации из жизни, которые может быть как повод для разговора, вот, видишь, бывает вот так вот, да, когда человек вот слишком увлекается, он пришел в парк, но он не видит, что происходит вокруг, там, ему неинтересно, там, бегать, что-то делать, вот, смотри, вот, если ты тоже так будешь, с тобой тоже может так случиться, да, но я бы хотела, как бы, ну, не знаю, призывать родителей, не морализировать, но больше как-то спрашивать, ну, вот, как ты считаешь, да, какие твои вот мысли, что ты видишь, как ты воспринимаешь, вообще-то с ребенком на равных, да, да, потому что, если мы будем торговаться, там, вот, у него, там, не знаю, чего там, дома, там, родители, там, не смотрят, занимая, я-я-я-я, ну, это ничего, никуда не приведет, это такой бессмысленный разговор такой, да. Но и запреты тоже, наверное, это никогда эффективно сильно не будет. Это не работает. Потому что сейчас даже вот свежая история, что в России обсуждали, ну, это везде обсуждается просто в России, вот сейчас такая громкая была история, хотели вообще запретить использование телефонов в школах, в принципе, никаких, в школах вообще никаких телефонов. Интересная мысль. Но я думаю, но я думаю, наверное, не пройдет эта мысль. Для меня вот очень симпатичная идея, я слышала, что в Германии телефоны сдают, как одежда, сдаются в гардероб, да, и там он находится весь день, как бы так. Но учителя, они очень креативные люди, они придумывают разные там… Да, есть программы, чтобы с телефоном дети… Работали, да, да. И это входит, и это нормально, это очень модно, или как сказать, да, это современно. Я думаю, вот учителя, которые используют гаджеты в своих уроках, у них нету проблемы с поведением, да. Этот ребенок, он это уважает, он это ценит, да, что… Ну, это вызывает такое уважение даже. Да, 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 это уважение, потому что это… Есть такая точка, где можно встретиться, вот, да, вот, например, учитель, которому там за 50, да, но он вот современный, там, вау, да, там ориентируется, там, я знаю, что, например, контрольная работа идет, да, а учитель по физике поставил камеру, сам вышел, потом он зашел и поставил вот то, что он снял, да, как все пытаются списать, и это было так весело, ну, мне это рассказывали, да, молодежь, это было так весело, этот учитель, он получил вот такое уважение навсегда, да, и вот что просто стыдно на его уроках списывать, да, и это, ну, только такой маленький пример, и я верю, что учителя, они знают, и это вводят уже в свою работу, и с этим делают хорошую работу. Ну, да, детей всегда вызывают уважение, когда учитель, он на их уровне, или там общается на каких-то их темах, я каждый год работаю в лагере, две недели, там приезжают дети разного возраста, от 7 до 16 лет, разные смены, разные возраста, и правила этого лагеря, то есть на две недели телефоны забираются у детей с самого начала, они выдаются на полчаса в сутки, ну, чтобы они сообщили родителям, что все в порядке, и так далее, родители тоже об этом предупреждены, и так далее, но день простроен так, то есть там нет свободного времени вообще, ну, не в плохом смысле, что они постоянно что-то делают, там какие-то игры, какое-то мероприятие, и так далее, дети всегда чем-то заняты, и очень редко, когда они даже замечают, что у них нет телефона, они сами с удивлением говорят, что вот день прошел, а я даже не потянулся, не подумал, потому что всегда чем-то заняты. И мой вопрос, соответственно, в этом, можно ли устроить, понятно, что это большой труд делать это весь год для родителей, но может ли быть так, что зависимость от телефона это результат скуки обыденного дня, ну, то есть действительно, просто походить по парку, это вряд ли ребенку будет интересно, это и взрослому. На третий день, по крайней мере. Но если как-то этот досуг расписать, продумать, если ребенку интересно, может быть, он и не будет сидеть в телефоне? Совершенно согласна. И я думаю, что вы наверняка заметили, что в первый день в лагере, да, был такой, ну, как ломки небольшие, да, без телефона, там, а, там, а, почему? И вот те дети, которые едут уже каждый год, если у вас такая вот лагерь, да, они уже знают, им это нормально, они знают, что они будут делать интереснее. Они помогают всем, кто у кого-то первый раз, на самом деле. Да, 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 а те, у которых первый раз, у них вот эти ломки, да, а что же, а как же без телефона, да, как без рук вообще, никому ничего не написать, там, не снять. На самом деле, они не успевают даже понять, потому что с приезда сразу, вот первые часы, когда мы еще едем в автобусе, они еще, да, а потом приезжаем, и все, у них уже нет времени даже подумать об этом. Ну, да, но интересно, наверное, вы и ваша вот команда, которые вот такой прекрасный лагерь делали, да, вы, наверное, были так уставшие, я не знаю, догадываюсь, немножко есть такое, что вечером, когда они все, наконец-то спят, да, уже нет сил. И это есть то, что сейчас вот для родителей, что вот эти гаджеты, они как развлечение, или даже как няня, да, мы об этом тоже много думаем. Ну, да, да, у мультики есть все. Да, и есть такие ситуации, где надо этот мультик, там, ну, не знаю, у врача, чтобы посыдел, или еще что-то, да, что, ну, да, можно. Ну, вот таким парадоксальным образом, есть же, вы сами упомянули, приложения, аппликации, да, различные, которые тоже помогают тебе следить за этим временем, а есть такие более креативные, я вот натыкался на такую, например, аппликацию, когда ты устанавливаешь, у тебя появляется на экране дерево, ну, какое-то растение, и если ты используешь телефон слишком долго, оно постепенно увядает, то есть ты должен поддерживать его здоровым и зеленым, таким образом, ты как бы контролируешь, ну, через такую, с другим роду игру, получается, что эти аппликации тоже могут как-то способствовать... Я очень за, я очень за аппликации, и тоже вот, ну, приходится общаться с молодежью, там, 18-19 лет, они очень продвинутые, у них у всех есть вот такие вот аппликации, они об этом думают, да, они уже прошли, вот, может быть, такая рискованная вот этот возраст с 8 лет примерно, да, до каких-то, ну, не знаю, я бы сказала 15, вот этот вот есть возраст, где им очень нужен этот телефон, потому что стесняются там общаться, там, может быть, мальчик, девочка какой-нибудь нравится, и там идет переписка, и там все очень так живо, и важно, и вдруг, там, не знаю, мама или папа вырывает телефон из руки, да, даже не спросив, а что там на самом деле, там же вся жизнь, там же, это так важно. Да, есть ведь новое явление, вот есть интроверты, но это уже давно известно, а есть текстоверты, это люди, которые через текст, через общение посредством чата могут быть, ну, очень открытыми, астралунными, да, и всякое такое, а в жизни все-таки они закрыты, да, уже отдельно есть даже термин для этого, насколько можно говорить о физическом негативном влиянии, ну, вот тоже там иногда приходится читать о том, что вот голубой экран, в принципе, он нарушает выработку так называемого гормона сна, да, ну, и там какие-то вегетососудистые истории, вот то, что вкристаллизовалось в этот термин номофобия, когда без телефона ты испытываешь какой-то страх, у тебя панические атаки могут случаться. Да, бывает такое у людей, бывает, к сожалению. То, что, ну, если так про детей еще, да, пора продолжить, то боли в глазах, боли в спине, боли в руках, да, если много у компьютера там работает, или чего-то там делают, не работают, да, это, да, это есть эти признаки, на которых обязательно нужно обращать внимание. Мы сегодня как будто больше так в разговоре радуемся, да, вот этим гаджетом, но на самом деле это, ну, в многих семьях это большая беда, да, когда невозможно договориться, да, если родители слишком заняты, да, или потеряли свой авторитет в глазах ребенка, очень сложно договориться, и там идут большие споры, крики там, и, ну, просто страдают и дети, и родитель тоже сидит, и не знает, как это разрешить, как это, как восстановить то, что было когда-то, да, когда мы вместе, там, на велосипедах куда-то, да. Ну, и отдельная опасность представляет, конечно, это уже тоже такая социальная проблема, это использование телефонов в экстремальных, ну, не в экстремальных, то это вождение, за рулем, я тоже там читал такие довольно, конечно, забавные ступенчатые, многоступенчатая такая схема по тому, как избавиться вот от телефона за рулем, там, используешь дыхательное, сначала ты используешь дыхательное какое-то упражнение, потом ты отправляешь все сообщения, которые тебе нужны, потом убираешь телефон в багажник. Совсем, да. Совсем, можно начать с последнего, в принципе. это, конечно, это даже опасно, да. Да, и ГПСС, ну, то есть пожарная служба недавно тоже выступала в социальной компании, по поводу того, что сначала позвони в службу, если видишь какую-то аварию, а потом снимай все на телефон, потому что очень многие тоже, это же тоже еще из одноманий, когда ты не можешь там, не знаю, ты не можешь не сфотографировать, вот если ты что-то видишь, если ты гриб нашел в лесу. Потому что этого не было, если этого нет в интернете, то этого, значит, не было. такая шутка. Ну, это для нас шутка, для многих это серьезно. Ну, вот мы начнем об этом говорить, а какие вы могли бы выделить признаки, психологические или физические, вот по каким может родитель понять, что ребенок уже перешел в крайне... Ну, мы сказали про истерику, и вот это вот... Да, про истерику, про боли в глазах, в спине, голова болит, это очень часто у детей, или если ребенок поменьше, у него живот, он тоже может болеть, это такие психосоматические вещи, которые, ну, бывают, но у всех, либо маленькие, либо взрослые, есть вот это вот такое чувство раздраженности, да, бывают мысли, а вот когда я смогу поиграть, да, где я смогу посидеть, когда я... Уединиться там, Уединиться, да, уйти там. Изолироваться. Да, 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 это тоже нам большим тоже такое есть. Но ведь раздраженность, ну, у больших, да, а у подростков раздраженность, это чуть ли не норма, состояние. Да, да, в таком смысле. Тогда надо смотреть там еще побольше. Иногда, когда человек зависим, любая была бы зависимость, все равно какая, он, как сказать, лжет, да, лжет сам себе. И другим. И другим, да, про то, сколько времени провел, да, говорит, что, ой, я только там, только часик, но на самом деле уже там 4-5 часов, да. И когда есть вот такая, потребность это прятать, или как-то скрывать вот это время, да, это очень, ну, такой яркий сигнал, что тут что-то не то в жизни, да. И обязательно, то, что видно, страдают отношения. Если зависимость входит в семью, тогда страдают отношения упреки, очень много упреков, повышенные тона, невозможность договориться, услышать друг друга, да, на самом деле услышать. А вот в контексте других зависимостей часто еще используют термин, как созависимость, когда человек уже находится под влиянием зависимого человека. в плане телефона это тоже работает? Конечно, всегда. Там, где есть зависимость, там есть тоже и созависимые. Остальные члены семьи, или даже животные. Вот как, да, можно, как это проявляется? Про животных? Ну, животные, видимо, забывают покормить, погулять. Да, там сидит бедная собачка и смотрит на своего хозяина, который там пытается, там, не знаю, что-то сделать в своем телефоне. А как вот, ну, мы говорили уже, да, что отношения страдают и взаимные упреки, но вот именно если мы говорим о созависимости, как это может проявляться с другими людьми в случае телефона? Ну, например, если, ну, такая классика в семье, например, муж IT-специалист, жена просто ходит по салонам, например, да, ну, бывает такое, да, бывает. Наверняка. Да, ну, вот, например, вот IT-специалисты, они вынуждены, или их работа есть такая, что они все делают, ну, в компьютере. В компьютере, да. Ну, вот, и сидит один час, там, муж или папа за компьютером сидит, второй час, да, и, ну, там, жена сердится, там, дети там, папа, папа, не мешай, сейчас закончу, папа, папа, и вот так как бы это начинается, окончается, или продолжается, можно сказать, тем, что, например, жена говорит, не будем сейчас папу тревожить, да, ну, папа работает, тихо-тихо, мы сейчас поедем, пусть папа поработает, да, и как бы жизнь в семье, или в паре устраивается уже, как бы под этим человеком, который должен, там, чего-то еще сделать, для него создаются условия, да, да, понимаете, но для этого есть офис, можно поехать поработать в офисе, ну да, но дома как бы удобнее, там, да, и сейчас очень много люди так живут, это там, не то, что я говорю, что там, ай-яй-яй-яй-яй-яй, шаусмас, да, но просто такая жизнь, да, вот это и есть про вот эту вот жизненную нашу динамичность, да, что хочется как бы все успеть, а в конце концов не успеваем, и мы, как сказать, отчуждаемся, отчуждаемся друг от друга, да, уже как бы нет разговоров, поменьше там, кажется, ну как бы все нормально, там не спросили друг другу лишний раз, как твой день. зона комфорта своего рода. Да, да, что мы привыкаем к этому уже, и нету там никакой там драмы, да, все спокойны вечером, каждый в своем телефоне сидим, да, в доме все хорошо, как бы, да, но мы не спросили друг другу, вот о чем ты мечтаешь, чего тебе может быть страшно, чего хочется, да. Тут же еще такой момент, когда мы как раз говорили о детях, я подумал, сейчас вспомнил, что если, например, вот родители воспитывают детей, что там час в сутки ты можешь сидеть в телефоне, а при этом сами себя не контролируют, то ребенок же, ну как известно, дети учатся не от слов, а от действий, и как раз в этом видят такую неправду, или вот если, пусть папа и работает, и там не прохлаждает, и не отдыхает, но все равно папа за компьютером весь день, или мама, или мама, а ребенку можно только час, он видит в этом несправедливость некую, то есть, если мы, вопрос в том, если мы пытаемся контролировать, сколько ребенок сидит за компьютером, или в телефонах, то мы с себя должны начинать, как родители. Да, я согласна, это важно, но ребенку можно тоже, и надо объяснять, что ты ребенок, да, и мы взрослые, и когда я... не сверху. Нет, нет, не сверху, просто так дружно объяснять, что я тоже когда-то была ребенком, да, и я не могла делать вот то, 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 я выросла, да, я сейчас, у меня есть ответственность другая, да, я должна подумать, что ты будешь кушать, да, как заплатить за квартиру, там, ну вот, почему я отвечаю на ее почту, да, потому что я работаю, это моя работа, и как бы, конечно, это всегда, там, можно об этом, там, не знаю, много и долго, да, но я думаю, ребенок, он не дурак, да, он понимает очень много, даже если он говорит, а почему, а почему, он знает ответы, да, и может быть, за этими вот почему, почему, и как бы такими наездами, да, кроется совсем другое, да, любишь ли ты меня, там, обними меня, еще что-то, да, не то, что ему нечего делать, там, скандал, да, сейчас устраивать, а просто что-то другое он хочет, на самом деле. Этический упрек. Да, но он упрекает, но хочет чего-то другого, да, чего на самом деле. Хорошо, у нас совсем мало времени, тут уже остается, хотелось еще про все-таки азартные игры, пару слов буквально, потому что это уже более давний процесс, более глобальный, для Латвии он тоже очень специфический, и вот происходит это, ну, как бы, хотя бы внешнее противостояние, вот в Риге, как вы сами знаете, решили вообще все азартные места, игровые залы убрать, оставить только в отелях, четырех-пятизвездочных, ну, насколько я понимаю, вы, вы уже просто комментировали этот вопрос, вы считаете, что это не особенно эффективно, что все просто уедут в другие места, да, там, под город куда-то? Я думаю, сейчас ставки делаются, игры играются в интернете, да, люди ставят вот свои эти ставки даже в пробках, да, сидя в пробке, нечего делать. Простите, насколько я просто понимаю, вот рассказывали в инспекции по, по назору за азартными играми, госпожа Бирна была у нас, что все-таки вот эти вот сообщества, они все-таки делятся четко, те, кто ходят в игорный зал, вот эти классики, так называемые, они в интернете не так часто, так что здесь может быть все-таки... Может быть, да, кого-то это и спасет, потому что если вот этот зал прямо под домом, да, и тогда, может быть, да, человек не поедет, может быть, для кого-то это сыграет роль, но я знаю, что те, которые действительно зависимы, и, ну, не просто так для развлечений, но когда идет уже патологическая игра, да, с долганом, с другими всякими еще проблемами, тогда они поедут, хоть куда поедут, потому что это, ну, нужда играть, забыться, анестезироваться, она сильнее всего. Ну, вот в прошлом году был запущен телефон доверия. Да. С участием тоже вашего общества, и вы уже рассказывали, что по поводу количества звонков достаточно много, да, я так понимаю, звонят? На данный момент телефон работает вот с октября, если нас слушают люди, которые страдают зависимостью, азартных играх, они могут звонить на этот номер 2932-3202, это бесплатный совершенно телефон с 12 дня до 8 вечера, кроме воскресенья, можно звонить и получать консультации, вот с чего начинать, куда обращаться, да, ну, что вообще, какие есть возможности Риги лечиться, и я думаю, что это, ну, в этом смысле совершенно супер вещь, что есть такое. Звонят люди? Звонят, да, звонят и сами зависимые, и звонят очень много родственников, да, пенсионеры, которые плачут, страдают, там, про своего внука, и, ну, ищут какие-то способы, куда, куда податься. Ну, также есть возможность тоже уже какое-то время попросить самостоятельно не пускать себя, там, допуск, лишить себя допуска. Казахным играм я тоже понимаю, что довольно много людей, вот, пользуются этой возможностью, там о тысячах идет речь. Да, там очень много, каждый день, ну, наверное, Сигна Бирна вам уже рассказывала. Ну, какое-то время назад сейчас, может быть, уже. Да, что каждый день они получают вот эти заявки, просьбы их включить вот этот регистр, где им не, ну, будет воспрещен вот этот вход в зал. Мне бы хотелось, и они над этим работают, чтобы это было посильнее вот этот вот контроль, да, и я надеюсь, что так оно и будет, что, например, если не пускают там в зал в Огры, можно поехать в Саласпус, попитаться, зайти, да, и там впустили вдруг, не заметили, да. Ну, так, я знаю, что они работают над этой системой, чтобы это было, ну, так, очень строго. А вот идея, которая обсуждается тоже уже много лет, сделать в Латвии такой, ну, Лас-Вегас, условно говоря, изолированное место, там, и про Каугари говорили в этом контексте, и про Луцев, Салу, просто сделать место, где будут все, и горные залы, которые есть в стране, а больших не будет нигде. Знаете, трудно комментировать, там надо собираться большой такой, ну, группой специалистов, и смотреть на это с разной стороны, да. Луцев, Сал, это же такое место для молодых семей, где проводить время, а тут вдруг отнимут, да. Ну, это условно, это может быть любое место. да, но это надо дискутировать, это очень такой, ну, сложный, большой вопрос. Но в целом количество, вот если говорить о тенденциях, с азартными играми, оно все-таки усугубляется с годами, или вот эта вот борьба, она дает какие-то плоды? Плоды хотелось бы побольше, скажу честно. Да, потому что то, что можно играть с любого места сейчас, и тотализаторы, и все остальное, люди увлекаются этим, потому что это тоже есть, ну, как возможность отдохнуть, да, и иногда они чувствуют грань, где находятся, ну, уже начинается зависимость, и поэтому. Спасибо. Пора нам заканчивать. Да, Цицайт, психотерапевт и глава сообщества Эсси Брифс. У нас сегодня в гостях я Андрей Лешкевич, Артем Липин и Евгений Копеин. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Спасибо.